Все собрались на день первокурсника, но погода как бы, извините, до свидания, без антика никуда. Вот на проходной, это все люди тоже стоят на мероприятиях, потому что ВУЗ организовал автобусы, и они в 9, 9.15 и в 9.30 отправляются до главной площади, где будет вот это вот все действие. Никто пока не понимает вообще, куда нужно идти, но вот автобусы стоят. Главное, вот тут же не промокнуть, не наступить в лужу и целый день не ходить в вторую обувь. Вот она, площадь. Пока, честно, не знаю, где что здесь находится, потому что еще ни разу здесь не была. Вот, я люблю СПБГУ. Сегодня здесь будет продаваться атрибутика СПБГУ. Футболки, свитера, сумки, все с логотипами ВУЗа. А вот и оно, главное здание СПБГУ. Мой факультет находится в другом месте, но приятно увидеть лицо ВУЗа. Очень красивое здание, такое яркое, красное. И памятник универсантам посвящается. Конечно, Питер не удивил, потому что дождь для него это, в принципе, привычное состояние. Конечно, будет не так весело, если бы там солнечный день был, было бы гораздо удобнее вообще находиться на этом концертне, на дне первокурсника. У меня, конечно, уже такого трепета нет, если бы мне было 17-18 лет, да, я бы жутко переживала, не понимала, что, наверное, здесь происходит. А сейчас я настолько спокойно к этому всему отношусь, потому что я уже один раз это все уже переживала. В КубГУ тоже у нас был день первокурсника, но хочу и все-таки в СПБГУ, раз я уж студентка, значит, надо и этот праздник посетить, потому что он непосредственно для меня. Уже появились кураторы, как я понимаю, с табличками, но у магистрантов нет кураторов, поэтому кооперируемся как-то сами. Я не знаю, будет ли кто-то из моих одногруппников сегодня здесь, не будет, вообще понятия не имею, но мне в любом случае надо будет прибиться либо к ИСТФАКу, либо к философскому факультету. Конечно, лучше к философскому, это насчет ИСТФАКа, это прямо моя мечта, не сбывшийся историк, и историка тянет на ИСТФАК, а не на философский факультет. В общем, надо смотреть по названию табличек, где кто. Вот, ребята, с философией. Пока особо никого нет. Нашла я философский факультет, тут ребята с бакалавриата. Пока народу не много, с факультетом и гистра свет. Стоим, ждем. Очень много камер, журналистов, видимо, какие-то сюжеты будут снимать. И, конечно, очень искренне вас поздравляем с этим главным праздником, ура! Друзья, ну вы понимаете, зонтики в руках, но сами себе тоже поаплодируйте, поприветствуйте друг друга. И вам всем предстоит стать большой частью большой команды студентов, аспирантов, конечно же, преподавателей. В общем, членами большой дружной семьи. Дорогие родители, которые присутствуют сегодня здесь, на площади Сахара, большое спасибо. Люда, а знаешь, у меня есть такое желание, на самом деле, познакомиться с ребятами, предлагается сделать прямо сейчас. Давай отправимся. Давай, только возьмем зонты, самая настоящая болотистая, болотная, хотя, конечно, это лето, я думаю, порадовало всех. Ребят, застали жаркие петербургские деньги? Кому было жарко этим летом? Поднимите руки! Итак, подходите к нам сюда ближе, подходите, давайте с вами знакомиться. Университет с потрясающими традициями. Давайте мы сейчас с вами вспомним научный язык, который вам, я уверен, уже знаком. Будем называть ваши факультеты. А есть у нас здесь, например, москвичи. А вдруг? Москвичей нет? Хорошо. Давайте с петербуржцами пообщаемся. А как родилась идея поступать в Санкт-Петербургский госуниверситет? У меня старший брат закончил и бакалавриат, и администратуру, а также мама работала после бакалавриата. Слушайте, ну, шансов не было поступить куда-то еще. Мы поздравляем вас, приятно познакомиться. Как вы так решили? Далеко уехать, отрываться от родного дома? На самом деле, я просто так часто здесь бывал, мне очень радовался. Терпург, я решил переехать сюда. Но вы рады, что вы поступили? Да, безумно рады. Мы вас поздравляем, поздравляет вся площадь. Площадь. Друзья, ну давайте громче. Давайте громче. А вот кто громче всех аплодил? Вот идите сюда, молодой человек. Вы тоже студент? Да. В этом году поступила. Маша, чем мечтаете заниматься? Биологией. А вы придумали, чем именно? Ну, мне очень нравятся меры биологии, мозги, очень интересно. Вот именно здесь сто место. Ты понимаешь, чем интересуются современные девушки? Я хочу только спросить, есть ли мечта такая лет через 20-25? Мечта? Ну, возможно, самореализоваться в каком-то направлении, вот. Принести что-нибудь в мир. А может и не получится. Все получится. А потом станете профессором СПБГУ и подниметесь на эту сцену уже в другом качестве. Меня зовут Эрика. А Эрика, вы петербурженка или вы, ну, вчерашняя гостья города? Я из Самары. Расскажите, что всподвигло вас приехать с Волги на берега не вы, и, я так понимаю, возможно, остаться даже здесь? Да, я очень люблю Петербург, и поступала, не с первого раза, в общем, я поступила, и подавала только в СПБГУ, и очень счастлива сейчас находиться здесь. Но вот если подумать на 10 лет вперед, расскажите, кем вы себя видите? Это радио, это телевидение, может быть, это блогосфера. Вот что сейчас в голове? Какие картинки? Я не могу сказать сейчас конкретно, хотя, признаюсь, очень много думала об этом. И себя через 10 лет я вижу счастливым человеком, который смог самореализоваться и занять свою нишу. Это сейчас очень важно, найти что-то свое, особенное. На сцену сейчас пригласили всех самых важных людей университета, ректоры, деканы, и даже укусников они будут давать свои наполненные слова для первокурсников. И первокурсников столько стало много, что уже не видно ни сцены, ни экрана, где показываются, а пробиться вперед просто, ну, нереально. Конечно, дождь усложняет все это мероприятие, но ребята все ищут друг друга, находят, знакомятся. И вот это в двух дня, в пятницу, сегодня никто сюда не пришел. Вот это торжественная часть, будет еще обучение человеческих натостепозе. А это поет гимн России, кор СПБУ. 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 СПБУ.